Ребята, всем привет! С вами Олег Огненный и мы продолжаем прохождение игры Total War Warhammer Империя Смертных, где мы играем за наших стойких и сильных гномов. Ну что ж, в прошлой серии, что нам удалось сделать? У нас было несколько битв около Железной Скалы, мы здесь сражались с орками. Также мы начали с вами войну с вампирами, а именно с Карштайнами, не с Манфредом, а с Владимиром Владом, да, фон Карштайном. Захватили Каракадрин, что было очень даже неплохо. Тем самым теперь это поселение принадлежит нам. Вскоре из Хасельфризии достаточно неплохо себя показал, все было достаточно прекрасно. Ну что ж, также наш ТОА, это Брундин, Каменное Сердце. А что ты здесь делаешь, почему тебе показано 20? А, да, он продолжает набор войск, и после чего он отправится тоже вот сюда сражаться, потому что Торгрим Злопамятный находится уже здесь. Мы набираем уже достаточно сильные войска, да, Iron Hammers Warriors, например, и так далее, и так далее, громобоев, Dragon Company. То есть набираем достаточно сильные войска, чтобы наконец-то захватить этот Черный Утес, и эта территория станет принадлежать нам. Тем самым мы закончим, покончим навсегда с представителями Зеленокожих. Так, принадлежность. Ну что ж, ребята, смотрите, синяя территория принадлежит нам, эта территория принадлежит оркам, а эта территория принадлежит Каракадзу, да, то есть тоже достаточно сильная территория гномов, которую мы, конечно же, я захочу получить их себе в конфедерацию. Ну и также есть остались еще борзые гады Кривого Месяца, а также Кровавые Руки на, так сказать, на западе нашей страны, да, то есть вот этот западный, как там, Буланс, что-то, не видно, что там написано, да, на западе тоже очень сильно разрастается. Нужно помогать и пограничному княжеству, и Аббаракварта, я смотрю, больше нету, да. Сюда пришел еще клан Ангру, очень интересно, что он здесь хочет найти, но пока не знаем. Ну что ж, в Карас-Акараке мы должны были построить что? Это мы не строим, нам нужно построить в Карас-Акараке, а что? Ничего нам не нужно строить в Карас-Акараке, следующее только мастерская инженера и чертог гильдии инженера. А, ну еще нужно будет клятвенный чертог, тут много, короче, еще, что нужно будет построить, но пока нам ничего там не нужно. Жувбар продолжает расти, так говорится, скоро уже и он перейдет на третий уровень, да, поселение, это тоже здорово. Каракадрин, но он недавно-недавно был отхвачен, поэтому восстанавливается. Ну что ж, что-то за обида, подавить восстание в этом поселении, гора Гром. Да, да, точно, у нас вот здесь, вот наша армия подвигается, Хургахельдур, здесь у нас началось восстание гоблинов, может быть еще и орков, но это будет решать уже на следующем ходе, поэтому как-то так. Так, империя сильна, империя сильна. Да, я начал играть для себя за империю, и правда, что-то так просто у меня получается играть за империю, если честно. У меня двадцатый ход, у меня половина в дружественных отношениях со всеми людьми, вообще со всеми людьми, мы начали уничтожать вампиров, да, обычно друг с другом воюем и так далее, а тут бац, сразу на вампиров начали нападать. Даже интересно, что будет, да, если, как сказать, я буду играть, а потом вам как-нибудь расскажу, если буду, конечно, играть. Все-таки иногда даже час поиграть в игру, да, не на запись, да, она очень сильно отнимает времени, очень сильно вы можете выбиться из графика. У меня и так сейчас немножко со временем получается не очень, приходится, как сказать, где-то чем-то жертвовать, что-то не делать, да, а хотелось бы сделать все одновременно и сразу. Орки, орки становятся сильными, я вижу уже три армии полностэковые, почти полностэковые армии, это, конечно же, очень сильно меня волнует, ведь ладно бы одна армия и еще гарнизон, но тут три полных армии, это, ну, это просто невозможно, если честно, просто невозможно. Нету пока-таки. Гора огромная, нас напали. Ну что ж, будем сражаться, потому что тут битва такая, 50 на 50. Посмотрим. Самое главное, что мы должны сделать, это, конечно же, уничтожить лучников и шаманов. Поэтому пока наши воины будут сражаться с солдатами, то есть с гоблинами-копейчиками, наши лучники должны будут уничтожить их лучников, то есть гоблинов-лучников, по-любому, потому что по-другому никак. Только благодаря этому, возможно, победа. Дворф-уориорс. Да, да, да. Так как у него гоблины, о, это, волчьи-всадники-лучники, они не будут на нас нападать в ближнем бою, что, конечно же, большой плюс. Ага. Нет, он перестраивается, но что-то не хочет он. Сильно-то нападать. Или сначала только волками, волками, гоблинские лучники, не наездники. Я немножко убавил настройки графики, для того, чтобы игра не так сильно подлагивала у вас на записи. А то уж, прямо, если честно, сильно она могла подлагивала, если честно. Поэтому было, конечно, очень неудобно. Ну что ж, давайте сразу тогда. Ладно, если так, тогда мои лучники справятся с ними. А из-за вияки, да, с тяжелым оружием и просто с оружием справятся с ними на раз-два. Я пока смотрю на топоры. Я просто смотрю на топоры, на щиты, и так далее, и так далее. Все это, конечно, выглядит очень красиво, очень классно. Волки, волчьи садники, как я всегда говорил. Говорить о, так сказать, конных лучников в Вархаммере вообще не стоит. Их почти не существует. Да нету таких. Ни у высших эльфов, ни у лесных эльфов. Все они достаточно ужасные, я бы так сказал. Че-то там, промахнули что ли? Давайте, давайте убивать их. Чего уж, шо уж вам стоит-то. Мы посмотрим, как они их убивают. О, что, он, че. Это же просто прям. Падают, уничтожаются, как нефиг делать. Еще залп-то будут, нет? Повод будут. О, вот это вот урон. Посмотрите, какой-то урон. Ну что ж, лучники на волках получили свое. Ясно дело, они сейчас там больше не умрут. Тем самым сейчас наши лучники должны будут уничтожить их лучников. Гоблина лучники, 6-600, мои 5-600, представлять. Ну, да, то есть, наших за 80, а их 120. То есть, есть такой элемент. Вы и этих лучников, и этих лучников, и этих лучников. И ты давай тоже пока этих лучников. Ну что ж, ну, гномы, бой. Редко, когда гномы идут в бой, они все-таки, ну, у них не сильный натиск и так далее. Я думаю, натиск даже у обычных. Гоблина будет посильнее. Хотя есть, но пошла чесотка. Пошла чесотка, что является, конечно, не хорошо. Файрон, 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 файрон. Давайте, давайте, вы должны их уничтожить. Уничтожить, лучшим, то есть, наши женщины теряют мораль, что под обстрелом, несут урон и так далее, и так далее. То есть, это все очень сильно влияет, это я уже понял, что лучники, пускай лучше расправляются с лучниками. Как только расправятся с лучниками, пускай теперь они расправляются с уже воинами ближнего боя, которые стоят и стреляют. Хорошо, давайте. Воины, гномы наши выдержат, хотя у них есть уже что-то не очень. Ну да, бронебойность она такая. Если честно, если у воинов нету брони, то у бронебойных будет намного меньше, чем самым сражаться с обычными солдатами, у которых нет доспехов. Это, конечно же, очень глупо. Ну не то, что глупо, а просто не слишком эффективно. Бронебойность для анцестра! Неплохо, неплохо. Гоблины лучники, конечно же, не составляют вообще никакого... Не составляют какой-то конкуренции для моих воинов, для моих лучников, но все же вот здесь вот отряд Дорин, сын мрака. Смотрите, как он сильно просел. С тяжелым оружием ведь был солдат. Казук, ах, казук. Ну, пока вот я их не уничтожу, это будет все очень-очень-очень. Так, давайте-ка. Высните их. Высните. 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 Ага. То есть гоблины более-менее, но все равно, нет. Сюда бы длинобородок, долгобородок, и так, чтобы они более-менее сражались. Вдальдер Свердуг. Вдальдер Свердуг. Все, что выстрелить по этим? Сюда. Выд сюда. Выд за ним. Выд за ним. Выд погода. Выд по другому кругу. Ничего, ничего. Нажедаем. Подходит. Ответ. Ну, как я и говорил, мы победили. Это была прекрасная победа Незначительная Ну, было там 50 на 50, да 720 плюс 1000 против 1200 Ну, гоблины не настолько сильны Не настолько сильны То есть, все же Странно, что даже их количество Не помогает Гоблины-копейщики, честно Они мне как-то симпатизируют Для меня лично Они мне симпатичны Но вот, так сказать По эффективности, конечно же, они очень-очень Так себе Хотя гоблины-фанатики, наверное, будут еще лучше Есть еще эти негодяи Как это называется Они вообще классные Так, давайте казним Получили 100 золота еще И прекрасно Ага, спорная шахта Доход от железных грудников Или с каракадрином Давайте отдадим клану Так, ну что ж Хургар Хельдур быстренько расправляется С этими висками Тут как нифиг делать Да Молодец Ну-то еще обиду Четку Учу и знамя вечного Сламени Прекрасненько Так И хороший тар Конечно же Замечательно В жуфбаре мы увеличиваем Наш уровень поселения Здесь можно Сразиться с этим Мало С войсками Ну, давайте мы здесь Кого бы набрать Здесь еще, конечно У меня есть Два лишних хода Ну, то есть я могу За два хода Пару катапульт Да Акс фроус Это да Это стрелковая пехота С особенным оружием Дальше Ну, то есть они, наверное, топоры кидают Кидают топоры И у меня еще одно подразделение Мы можем Конечно, давайте гномов Обычных гномов Наймем Хорошо Здесь у нас что? Караса Карак Четыре И получается Да, еще один сходов Так что достаточно долго Но мы ждем пока Каменное сердце Наймет Последний отряд Торгар Злопамятный Более-менее Ну, вот бы хотелось Уничтожить вот этот отряд Все же этот Так Так Перехватить Типа Нет, перехватывать не захотел Караг дрон Давайте увеличим Конечно же шахту Железная скала Тоже улучшается Видите, то есть Три стака Три стака армии Они не сильны Они не сильны Просто они Могут составить Достаточно большую Проблему Могут дать нам Неприятности Так Давайте еще по дипломатии По дипломатии У нас ничего И с империей можем Но с империей нужно найти Торгового пути То есть по морю Поэтому наш Золотый искатель Забирай Морские чудиши Прекрасно Так Так Что еще У нас здесь найдешь Так Опыт походов Конечно же И И И И Ну да Вдохновляющее присутствие Куда уж Леваться Давай Гора гром Гора гром Гора гром О конечно же Улучшаем Все Все улучшаем И в горе гром Честно Что строить Я даже не знаю Трапезную Давайте Поставим Трапезную И закончим Пускай будет Трапезная Гора гром Скоро будет Станет Принадлежать Нам Потому что Мы Ну Я попробую Все таки Соединиться В конфедерацию С Представителями Гора Кадрина Потому что Та Северная Территория Почти вся Находится Под контролем Гномов Там вроде Только в некоторых Отдаленных местах Там далеко на севере Находится Под Предводительством Орков И Вот чуть-чуть От вампиров С вампирами Конечно Нужно Сражаться Было бы неплохо Если бы они вообще Перестали обращать На нас внимание От Влеклись на Империю Да Которая сильнее Чем мы И как Им там Пытался С ним сделать Потому что Нам Ну вот Мы Пока Вот так Вот Какая-то Армия Одна из армий Орков Ушла Но Куда И Зачем Пока Я Не знаю Я согласен Сразиться С тремя Армиями В поле Но только Не плюс Еще гарнизон Четыре армии Это будет уже Перебор Честно Четыре армии Будет для меня Уже Перебор Так Каменное сердце Получает Новая Особенность У нас Здесь Вот Пускай Даже Пусть Я с ними Сражусь Так Двигаемся И ты Двигаешься Давай Ко-луч Ты Пешучку Неплохие Вроде Но По-моему Не сильно Они Меня Кстати Удивили Что-ли Ищут Ого Глубокие Магмовые Пещеры Нужно Тогда Делать Конечно Так И конечно Железный Рудник Обязательно Ну а После Мы поставим Нашу Старушку Да То есть Защитный Механизм Так Першественный Зал Прекрасненько Так Хурга Хильдур Адак Дальше Жон Сидит Здесь Все Хорошо Сейчас Пятейный Черток Будет Построен Так Что Вообще Все Замечательно То есть Видите Эти С нами Никак Не Относятся Вот Все То есть Все Только Форт Якова Вот Можно Еще Попытаться Будет Отхватить Потому Что Он Принадлежит Это Нет Форт Якова Это Этот Империй Так Что Пускай Они Тогда Себе Забирают Вот То есть С ними По 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 Конфедерации Но Они Пока Че Не Слишком Хотят Примерно Так же Было Когда Я Играл За Эльфов Да Все Вы Помните Али Тонар Когда Я Присоединил Себе Авелорн И Авелорн И Орден Хранителей По 30 тысяч Золотых Приходилось Выкладывать Для того Чтобы Они Согласились Такие Жды Они Конечно Я Прям Обще Они Должны Знать Где Сила Ну Вроде По Первому Силу Хотя Надо Посмотреть Ладно Так По Дипломатии Нет У нас Пятый Уровень Сила А Кто Первый А Кто Первый Уровень Силы Второй Уровень Силы Латтерн Ничего Синь 14 Поселений Первый Уровень Синие Змеюки Серьезно Орки Как Интересно Они Находятся Далеко От Нас Поэтому Как Бы С ними Смысла Нет Даже Сейчас Как То Соперничать На То Что Они Первого Уровня Сил Вот Вот Это Самое Главное Что Они Начали Выдвигаться Опа Опа Интересно И нам Показывают Проигрыш Мы Уставшие Но Мы Сразимся Мы Сразимся Это Факт Поехали Деваться Некуда Сражение Должно Быть Потому Что Мы Не Можем Убежать Даже Отступить Просто Почему Он Мне Говорит Что Я Проиграю У меня Усильные Орки Что Ли Никого Я Сильных Здесь Не Вижу Если Честно Три Отряда Лучников Всего Лишь У У Три Ну Три На Три Такой Есть Тоже Так Хорошая Местность Хорошая Местность Для Нас Всех Ну Что Поехали Так Давайте Посмотрим На Этих Да Вот Они Компания А Вот Они Вот Там Были Долгобородые Долгобородые Вот Они Интересно Да Как Они Выбиты Так Этих Мы Конечно Же Видели Долгобородов Мы Тоже Видели Громобоев Мы Видели Ребят Буквально На 5 Секун Я От Учусь Канон Ну Что Ребята Извините Я Снова Вернулся Ну Что Давайте Тогда Быстренько Расставим Наших Солдат Ну Что Давайте Как Обычно Что Наподобие Как Это Называется Правильно Перетасовка То есть Вроде Бо Сражаются Все Ну То 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 Все Будут Сражаться Понятное Дело Но Мы Перетасуем Немножечко Ай-яй-яй Так Давайте Еще Раз Вот Так Ну Что Сюда Канон Не Очень Удобно Потому Что Мы Находим Ну То этот нам будет даже если спускаться бесполезно то есть пушки мой нож как косить но надеюсь буду стрелять достаточно хорошо пододвинуя наших грамм обоев конечно же вперед ну чтож такой перестрелки так вот я поставлю чтобы никто не смог хорошо все правильно делают начинают сразу же обстрел почему именно здесь потому что волки вот идут волки попытаются забежать сбоку что конечно же станет большим проблемой тайна для нас урон хороший урон прекрасный а но не на этот что возьмут так и я думаю узнать как нужно сделать да нет сейчас вот вот волки сейчас прибегут до сюда и начнутся начнется этот резиня ладно пока так так сюда как я беру был проблем потому что грамм обои нужен прямой вид для битвы вообще странно так они кричат я казак давайте дать уничтожайте ребятки вы должны это сделать бить к этих пожалуйста давайте хоть пару залп уже сможете убив вуза га мы получим тотальное преимущество вообще над всеми дать вам попасть на ту прям вообще как нефиг делать так быстро это же давайте-ка стреляйте большого получает конечно слишком большой урон сюда так урон все еще ты тоже давай пока что держатся держатся мои гномы доходе вы не пытается да вот сюда но конечно же они не все сильные вражеский лорд это то что долгобороды живы еще почти все все отряды жив кроме лорды все это он взял этот себе способность то что вся армия начинайте пересражаться с помощью маги то есть магические атаке пока что неплохо нас 1000 воина противника 700 и и они еще ритм и еще и редеют и редеют давайте давайте зал где воины спрятавшиеся и тебе год пуская долго конечно расстреливать стрелять пасану диких орков вообще никакие рамки давайте бегите уже нету никаких шансов у тебя жгура победа близко все давать больше урон большие круче понимаем раскраска это понятно так хорошо неплохо замечательно не с большими под ноги с такими очень потерянными победили в этом поэтому это очень хорошо ну что ж все просто замечательно что нам нужно дальше до каменное сердце барон дина каменное сердце пас потрепал себя но я думаю мы сейчас находимся ведь еще на своей территории тем самым и как бы восстановим частично частично наши наши отряды ну за запустим его в этот железный утес пускаем там пока чуть-чуть отсидится что мы постараемся сделать ну конечно хотелось бы еще и добить в урзага урзаг отступил боюсь не хочу чтобы на меня напали эти зверолюды вот сейчас пойду а зверолюды не напали хорошо а то зверолюды ведь рядом там находились могли и напасть на меня потому что мы с ними не вою этот пусть ним в этот в состоянии войны и новая особенность сопротивление физическому уроду он или вся армия если вся армия то капец конечно вот и гримгор гримгор давайте мы около железных скалы будем ставить может гримгор к нам подойдет а если он подойдет к нам то мы размажем его там ох хочу автожир хорошо арганное орудие хочу все хочу короче хочу все потому что мне хочется чтобы мои гномы как за эти смогли расправляться с противниками еще до того как он вообще дойдет до основных отрядов ну и основная отряда что вот я так и думал я так и думал знаете бесполезно поэтому это смерть это бесполезно я так и думал что он все-таки нападет жаль мы потеряли целую армию как же все неудачно как же все для меня неудачно происходит а еще и обиды записаны еще какую-то армию уже сейчас уничтожать но это капец при том что уничтожать армию а где он вообще теперь а он спрятался суп сволочи нанимаем лорда так древняя кровь нет нормальных лордов вот нанимаем тебя поехали так две пушки две катапульты раз два три после ну вот у них 107 у этих 102 что значит этот щиток у ту этих щиток такой а у этих щиты ну да так кто из них лучше то на вот эти лучше надо пока вот на сколько у меня денег хватило до нанять хотя столько и сделали ладно железная скала что я могу стать примерно там засаду но не мог но как бы нету пока смысл засаду я возможность перехвата отлично второсчет прекрасно мы нашли эту собаку и обиду вычеркнули отлично у знаменитый отряд губа швырял и мститель драконьи спины замечательно замечательно ты же сможешь дайте уж что тебе стоит там так вот этот еще надо мне тоже выучить будет так у меня два единицы упор сплочения лужомная глотка наследники гремни это грамм обои да 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 вот тоже надо так в караса карате ничего мы не будем делать ну что ж исследование все проходит стена счетов скоро бы тоже был бы неплохо доспех и 5 процентов для вынужденного и хургар здесь так лагеря сбеги войне а нет нейтралка нейтральная мы вот с этими воюем дубомолот воюет а все так что как бы этот смысл она мне нападать на влада фонд карштайна мы воюем с манфредом значит я ошибся когда говорил наоборот ну что ж ладно поехали посмотрим что он принесет этот ход как здорово получилось наше у уничтожился видели видели да я это видел ага развертывание войск на нас напала на нас напали племя кровавая поехали сражаемся ясное дело куда уж деваться то да вообще по сути вархаммер это череда сражений не более того но у нас нету громобоев у нас есть зато наши забияки и забияки некоторые вообще золотыми лычками это вообще прекрасно пока честно даже не знаю кто лучше вот эти вот или вот эти вот кто там снижать доспехи или снижает этот непонятно пока нету он снова это местность снова это мы уже примерно понимаем что можем сделать здесь так и заново расставляем так скауты говорят что типа с пехоты что я пока не увидел большого профита от них пушки пушки ну чтож хорошо никакой перестрелки режим обороны поехали я должна быть вообще большие да у него вон какой радиус хорошо всех задевает то есть все нафигеть что же они что-нибудь делать но наверное сейчас этот соединят войска и нападут то есть нам придется нам надо надо будет немножечко подождать поэтому пока мы ждем как говорится и туда просто подождем как говорится ничего страшного ну что ж отлично уже начали свою свой обстрел наши как мои катапольты пускай не стреляют это пускай пускай сюда и пушки тоже начали вести свой обстрел хорошо какой-никакой но это урон ага ночные гоблины волки нужно как-то так в разброс стрелять чтобы хоть какой-то но где-то приносил урон потому что стреляют они в разные стороны сказать все равно не точно в цель куда надо поэтому то есть там там чуть-чуть ошибутся в расчетах там чуть-чуть ошибутся в расчетах хоть плана хоть одного за девичьи страшно вот они сбегут вот на мою пушку и смотрите зацепить смотрите что первые театры они просто этот по полной программе решили да этот как называется окружить нас окружить наверно что-то типа того это конечно немножко проблематично потому что когда больше отрядов это понятно что это может быть большевик светим сейчас так это и тут улыбнуто хоп так из-за и так бац-бац-бац удар удару да то есть ясное дело что так сейчас еще и ведь есть пехота с тяжелыми секирами так далее тому подобное поэтому вроде бы вот спереди мы нормально да то есть отбиваем себя то есть они пошлют во фронт мы вроде отбиваемся это все хорошо когда-то сейчас где-то прорвутся и что-то не стоят как-то странно если тебе компьютерный вот-вот-вот-вот пошли сражайся по поводу дисциплины я не переживаю честно справлюсь ну вот то что вы просто нас мало решили напасть на катапульту ладно сейчас мои лучики их смогут обстрелять так все лучники обстреливают заберите забирайте забирайте убивайте-ка пытаются как бы убежать то что бежать и не пучать с потрепанный так здесь у нас пока более куда тоже пострелять давайте-ка вот так вот сюда прекрасно ну как прекрасно просто хорошо выполним этот уж элемент это у нас давила погонь до двигайся сюда потому что они сейчас вернутся я уверен беги-беги-беги ты что встал ты стрелков меня было бы меньше солдат чем меньше я смогу защитить этих же самых стрелков и тогда стрелки ближнем бою не самый сильный пускай даже если и пишут что стрелки сильные и тому подобное давайте убить его ты уменьшаешь в ближнем бою ладно не знаю громобой бы наверно добили давайте курку так что ли а я гугрут ну 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 осталось чуть-чуть гугрут есть ну что ж неплохо неплохо мы победили 9 минут нам понадобится для того чтобы хорошо попадают они валяется он урон не получает этот план ну ладно давайте завершим бой завершим этот бой мы потеряли всего лишь 260 солдат это много я бы сказал все равно достаточно хотя и посмотреть на это что не потеряли около 1700 это конечно же совсем совсем другое дело так хорошо 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 лучше всегда конечно сражаться двумя армия чтобы была куча воинов ближнего боя куча воинов артиллерии куча воина стрелков были еще и герои маги у нас не маги у нас рунические до этот солдаты да то есть те кто уронами так ну что ж давайте произведем пленных прекрасно все пока идет ну более менее хорошо хотя мы все равно том чем стопчемся и сейчас на одном месте мы просто сейчас тупо топчемся на одном месте мы топчемся на одном месте и что поделать я пока не знаю получается пока я ну пока мы сражем мы сражаемся с армией армию нашу потрепают мне нужно немножко чтобы она восстановил хотя бы ход 2 а за эти 2 1 2 хода армия на другая армия набирает то есть например да набирает другую армию говорится деньги есть не так много требуется на содержание поэтому они как бы набирают и мне приходится так заново-заново-заново-заново-заново-заново-заново и стоим на месте иногда этот все прям если что уж на меня начинает знаменитые стрелки и дикари ужас кого только нету так дисциплина дать стену щитов уж тогда все остальное как-то не сильно вот именно сейчас нужно мне не так много золотых или железных шахт да например ажак мистик набадает на гору сквиг урок городской гору более-менее защищена у нее и стены кадре хранитель обед там а что случилось а он ее осаждать все осада уже пошла я не заметил что осада пошла так улучшаем добить домой вот прекрасно всем торгрим 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 что мы еще так да то есть ну стоит наверное вот этих уж тогда если бать долгобороды а на кого там вообще берут там для долгобородов молотобойцев железоломов и мстителей еще и не на тех на кого кто у меня есть морглум здоровый гад ты здорово так улучшаем что у нас здесь пока более-менее там тоже ничего как говорится ну что ждем ждем следующих вот гарайский горок сейчас находится в осаде она очень-очень пешком решил пройтись по-моему у него какая-то ошибка произошла причем критическая зеленокожие зеленокожие олень спинокус зачем ты олень всех спинокушаешь на нас напали мы победили очень интересно я не знаю почему но мы победили хотя вроде бы это не было больше отрядах ну да они были потрепаны но все равно как-то странно гон грим золотоискатель нарушитель границ нет он нарушил границы что теперь будем делать ничего давай 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 быстрее почему так много фракций это прям вообще ужасно я буду каждый раз жаловаться что их много надо всех половину уничтожить или захватить полмир тогда будет быстро не серьезно захватить полмир будет намного быстрее наши ходы ясно дело будет долгие но когда мы что-то делаем мы даже не замечаем что мы делаем а вот они-то наоборот все они делают я вам все вижу может хотя ускору выучу всех этих раз что дисциплина дисциплина стоимость найма стоимость найма все армия какая разница разницы нет вообще никакой куча засад колонии новым светом уничтожить как неожиданно всем данным пешочком дойдет дайк только через разные сокровища все равно не нам нужны то что все равно они нам нужны так вот если мы выйдем еще и побеждаем мы еще и побеждаем их если что поэтому нет ладно подождем пока не на нас нападут все есть что он этот мой тор тор грим просто быстро ближе подойдет и все здесь у нас есть продолжается наем ну как наем не продолжает может стоит так гора гром ага увеличиваем питейный чертог жув бар отлично увеличиваем здесь у нас железо прекрасно так там тоже ничего нету ну что ж вроде бы все да вроде бы все сделали все улучшили хотя в караке конечно надо было бы ну вот так это у меня дает у меня все есть железные ящери что он ладно поехали следующих городской горок на нас нападают и тем самым почему-то баланс сил такой ну посмотрим и будем сражаться и надеюсь и наверное это будет наша последняя битва на сегодня ну что ж ничего страшного поехали в бой у нас очень много долгобородов это очень прекрасно это раз два три 4 5 6 7 8 9 9 отрядов долгобородов и 6 7 отрядов связанных с дальним боем поэтому будет неплохой такой обстрел не будет неплохой такой обстрел плюс еще есть конечно же командир тан да то есть тан который тоже будет защищать наше поселение поселение ну что ж такс 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 ясное дело что здесь мы посмотрите мы отхватили поселение так почему она орочь и я вот этого не понимаю конечно причем это давно припадет поселить это отхвате если честно может так сказать ты если уж так подумать она говорят что ну типа показывается что типа орочи нету тут такого должно быть так вообще неправильно где еще интерес так ну вот этих вот я поставлю внизу они будут стрелять снизу те кто могут на весной траектории стрелять они будут стрелять снизу все остальные конечно пока что я не знаю куда их поставить остались вот эти вот отряд до 1 сюда 1 сюда то есть на подмогу так сказать да сюда поставим и остались еще два отряда 3 так ланджи у нас три отряда которые стреляют тоже должны стрелять ну что ж ладно тогда мы их тут так ты поставим здесь здесь и здесь да то есть видите немножко уменьшилась производитель с нами конечно тоже не нравится то качество эффектов нет 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 качества ландшафта вот высокая потому что слишком то уж слишком как сейчас окажется конечно но это некрасиво то есть я увеличу вот такой вот такой должен быть все так меня больше меня это устраивает ну чтож никакой перестрелки режим обороны поехали начинаем бить луки чему луки должны быть как минимум какие-то там быть бах бах на эти прихода с тяжелого вооружения думаете будет каком орки черной орки пока ничего пока ничего давайте посмотрим тяжелым оружием красавцы их секира и борода конечно же показывает насколько они могущественны в этих рядах да 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 лучники есть они могут потихоньку обстреливать начать до начинает уже обстреливать молодцы ну конечно не так сильно молодцы как хотелось бы как конечно хотелось бы потому что сейчас будет большое миссиво большой миссию а жак да это жак мясник никто к нам не подошел и кто к нам не подошел ну и что папа как попытается уж пострелить то ладно что-нибудь придумают как говорится да фон дерусь прибегите к граммобой туда посмотрим что будет ну чтож пацаны высадились началась нам только повернуться и стрелять если честно вот что он может сделать они сейчас вы стереть под они не могут стрелять они просто их не видят так хорошо на выстрел подошли всадники то есть они решились что-то все-таки сделать здесь у нас что а паучи всадники решили получать все таки это вы что пытаться взломать да что здесь станете ладно сражается сражается ночные гоблины копейщики ночные гоблин копейщик очень интересно игроку проблематично когда у тебя граммобой пистольеры то есть потому что им нужен прямой обзор а ясное дело что если есть прямой обзор на тебя очень легко выйти тебя очень легко выйти ты ты не сможешь унести много противников ну вот такая вот так вот так так вот так уйти хорошо но конечно бы хотелось убить с моими граммобой ажа давайте быстренько их там уничтожьте ладно сколько там еще осталось воротам 30 20 процентов осталось быстро ничего завалили давайте с чушь чего что это не решили а клау получается горки жида с тяжелыми сетей мы получать за большими сетей больших топоров они решили этот как-то сколько осталось все разбили ломбец все убивайте их чем стоит нефиг делать же по сути происходит кровоожесточенные битвы на стенах прострелить ему этот промеж гола сделайте выстрелы все чё пока на одного отвлекается другой бас такой промеж глаз граммобой давайте спускайтесь сюда восстановились от убегут обратно чтобы те кто бегал до чтобы те кто бегал мы еще и пост постреливали тут очень глупо получается вот они вот отступает и они бегут ближе к краю карты но если они не сбегают до края карта вот так вот примерно восстанавливаются то они будут обратно вот например так ну-ка давайте-ка полный залп еще раз еще раз давайте быстрее 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 долго перезаряжайте надо вообще быстрее на меток мах и нету короче ну 300 400 все-таки выносит один выстрел достаточно да стрелять они могут жаль жаль конечно не могу стрелять да не стоит ладно тогда просто армия нападет сюда как у нас завалил один это да посмотрите стольких завалила гаденыш стоит размахи тут своя или барби а если мы сейчас будем размахи на тебе щитом по хребту что у нас здесь бежит ажак конечно же бежит куда он день стал же трус хотя интересный герой сам по себе из того что он может принимать ну некромантию магию долгобороды молодцы держится держится очень даже хоть тут и колесницы и садники на пауках держится недаром же они одни из лучших воинов так ну чтож все вроде бы все побежали да чё там нас бегут бегут но все короче это ггвп конец мы победили для лето поля давайте быстрее чем там не хотят сдаваться что или у кого-то есть этот как называется несокрушимость типа не сдаешься не сдаюсь для такой так 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 странно кто-то не хочет сдаваться кто я не могу понять паучьи садники наездники лесный город нифига себе представляете не хотят сдаваться сказали мы не сдаёмся мы молодцы какие молодцы 10 минут понадобилось для того чтобы победить ну ладно ничего страшного завершаем бой хорошо неплохо получилось все таки наверное в открытом поле может быть мы бы понесли больше потерь потому что все таки там есть кому там есть разгуляться где садником и так далее так далее но здесь мы были тоже неплохим да смотрю какие-то особенно это этот лесные гоблины лучники лесные гоблины лучники ну что ж получаем 309 тем самым а жак был повержен беги-беги и сыкало слабак неудачу черный сможет потихоньку захватывать иногда бывает там вот там где играю за империю там получается как-то все так это более динамично все продвигаясь и так далее тогда я тут я стою на одном месте нельзя чуть делать нанимая армию она и разгрыба ее уничтожать я нанимаю армию опять уничтожать и так далее так далее прям вообще ну ничего страшного ничего страшного в скором времени мы сможем с вами достаточно хорошо развиваться и так далее вообще будем сражаться со всеми и с людьми и с эльфами и с вампирами и так далее так далее ну что же давайте давайте быстрее нам и заканчивать надо серию так так то ну и в тот же момент хочется и побыстрее начать ходить конечно же в анахаймлинге свободных отрядов нет фракцию уничтожен доход так и просьба русские города здесь опять нанимается да то есть вот так вот карак кадрин остается ну чтож здесь мы наемы 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 двор скаус вот забияки да например и вот они да то есть у них даже куда у дворфов минус доспехи но все тогда их наймем хорошо ну что ж ребята давайте сегодня с вами на этом мы будем заканчивать спасибо большое всем за просмотр все у нас идет достаточно хорошо ставьте пожалуйста лайки дизлайки подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии с вами была олег огненный это гномы total war warhammer в империи смертных у нас все пока идет достаточно хорошо хоть и точек топчемся на одном месте ну что ж всем большое спасибо за просмотр всем удачи пока пока